К счастью, без происшествий, согласно расписанию, сегодня утром из Петрозаводска и Пскова на встречу друг другу тронулись две ласточки. В Великом Новгороде они встретились и через некоторое время разошлись в разные стороны, открыв сквозное железнодорожное сообщение между тремя регионами. Серафима Корша побывала в числе пассажиров одной из скоростных электричек. Железнодорожный вокзал поселка Ботецкий сегодня предстал во всей красе. Пройти мимо красивого желтого здания очень трудно. Недавно здесь провели серьезный капитальный ремонт. Все это своеобразная подготовка к запуску нового маршрута. Теперь через эту станцию ежедневно будут проезжать туристы из Пскова, Петрозаводска и Ленинградской области. Свои плюсы есть и для местных жителей. Местные жители ездят и в город Луга. Я рассчитываю, что и во Псков совместно с семьей, может быть, и дети, и наше образование уже в более комфортных условиях сможет посещать, как туристы, город Псков и Великий Новгород. Не надо заказывать школьные автобусы. Здесь процедура более будет упрощенная. Среди первых пассажиров в основном псковичи. Кто-то едет по делам, а кто-то просто отдохнуть от привычных дел. Светлана вместе с мамой Клавдией Андреевной сегодня направляется в гости к новгородским родственникам. Теперь добраться до города на Волхове разве что лень помешает, смеются туристы. Раньше приходилось ездить на автобусе или поезде. А это хоть и немного быстрее, но совсем неудобно и дорого. Цена билета от Пскова до Великого Новгорода переваливала за 600 рублей. На Ласточке же эта цена упала до 200. Так что можно спокойно ждать свою остановку и писать добрые пожелания в книгу отзывов. Уважаемый коллектив поезда, пусть будет с вами доброта, здоровье, мир и красота. Солнечного вам настроения, благодарных и спокойных пассажиров и успехов в работе. С наилучшими пожеланиями от меня и от моей мамы. Пока одни посвящают стихи железнодорожникам, другие спокойно хоратают время в пути за небольшими перекусами. Благо место располагает. В общем не так качает, как на дороге обычной. Все-таки рельсы приятнее. В целом очень приятно здесь ехать. И все это несмотря на то, что Ласточка способна достигать скорости аж 160 км в час. Почувствовать себя некомфортно будет очень сложно. Об этом производители позаботились на славу. Общая протяженность состава 130 метров. В каждом вагоне примерно по 60 комфортабельных мест. Территория большая, так что тесно точно не будет. Для большего комфорта откидные ручки. Такой же откидной столик, где можно перекусить или просто освободить руки от вещей. Интересно, что для каждого пассажира предусмотрено свое специальное место. Отдельное для родителей с детьми, для хозяев и их питомцев, для обычных пассажиров и для маломобильной группы населения. На последнюю категорию обратили особое внимание. В вагоне номер один пространство еще больше, чем в обычных вагонах. Отдельные большие туалеты, широкие проемы и приспособления для того, чтобы человек, например, на инвалидной коляске, мог без труда попасть в поезд. Предусмотрены выдвижные пандусы. Если низкая пассажирская платформа, этот пандус раскладывается наружу поезда, опускается вниз до уровня платформы. Пассажир заезжает на данный пандус, мы ему помогаем в этом. Поднимаем его наверх и также помогаем заехать в салон вагона. А сама «Ласточка» носит приставку «Премиум» и способна ездить по дорожному полотну с любым электропитанием. По дорогам с постоянным переменным током или питаться от локомотива. Тому участку, который мы сейчас едем, это передвижение с помощью отдельного локомотива. С функционированием всех систем, как вы видите, в этом замечательном поезде. Первые четыре поезда чисто российского производства были изготовлены на заводе «Уральские локомотивы». Мы их получили в начале этого года, обкатали. Как проводить часы в пути, конечно, решать самим пассажирам. Впрочем, от поселка Ботецкий до Великого Новгорода ехать чуть больше часа. Полный маршрут от Пскова до Петрозаводска почти 13 часов. На Новгородском вокзале остановка 55 минут. Сегодня первых пассажиров встретил и региональный министр транспорта Станислав Шульцев. Огромный потенциал для туристов. Есть уникальная возможность посетить единовременно три города Серебряного ожерелья. Также повышается транспортная доступность для жителей Новгородской области. Будет ли такой маршрут востребованным, покажет только время. Главное, что теперь посетить любимые города можно в любой момент. Стоит только захотеть. Серафима Карша, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.